Я хотел бы, Багжан Абдирович, доложить о вашем поручении о сокращении дальнейшего срока обслуживания населения с двух часов до одного часа. По вашему поручению нами приняты меры, оптимизированный ряд процедур. В текущем году в законодательство и ведомственный нормативный правоакт уже внесен ряд соответствующих поправок. Так и с перечень документов, представляемый для регистрации автотранспорта, исключен устав юридических лиц. Отменен осмотр транспортных средств при замене сидеть за регистрацию транспортных средств. Во всех цонах организована работа врачебных комиссий, налоговых и таможенных служб. С августа текущего года сотрудники спеццонов через портал электронного правительства представлен сервис для мониторинга штрафов за нарушение правил дорожного движения. Уже введен экстрадициональный принцип выдачи водительских удостоверений. Теперь каждый гражданин, независимо от места его регистрации, может получить водительское удостоверение специализированных цонов любого региона. С июня этого года для получения водительского удостоверения на право управления мотоциклами и легковыми автомобилями граждане самостоятельно, подготовившись, могут сдать экзамены в спецсонах без обучения в автошколах. Хотел бы одолжить здесь, что подали за это время 984 кандидатов, смогли сдать только 126, это 13%. Наряду с этим министерством законодательства вносится поправка, предусматривающая исключение обязанности граждан сдавать экзамены на знание правил дорожного движения в случае замены водительского удостоверения в связи с истечением его срока действия. Законопроект по данному вопросу находится на рассмотрении мажориста парламента. Все эти нововведения в процедуре обслуживания населения в специализированных сонах апробируются на практике. Безусловно, они позволили заметно улучшить качество оказываемых услуг.